Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 10 января. Житие преподобного Маркиана. В царстве Маркиана и Пульхерии в Константинополе прославился добродетелями придивный муж, блаженный Маркиан, родом из Древнего Рима, у которого были благочестивые, благородные и богатые родители. Когда они переселялись из Древнего Рима в Новый, то привели с собой сына своего Маркиана, с усердием проходившего книжные учения и воспитывавшегося в добрых нравах. Так как он любил приметаться к дому Бога, неопустительно ходя всегда к церковным службам, то посему тогдашний патриарх полюбил его и сделал своим клириком. Немного спустя, видя, что хотя он и молод летами, но стар по разуму, по чистоте жизни, ибо седина есть мудрость с человеком, и возраст старости, житие нескверно, признал его достойным предсвитерского сана, а потом поставил и экономом Великой Церкви. Должность эконома появилась в Церкви в IV веке с умножением церковных имуществ, и IV Вселенский Собор в 26 правиле говорит о ней, как о давно уже существующей. На обязанности эконома лежало заведование церковным имуществами, особенно недвижными, и церковным хозяйством, под наблюдением епископа. На эту должность избирались и пресвитеры, и диаконы, и даже не имевшие иерархической степени клирики, если они известны, были своей честностью и умелостью. Когда родители его приставились от всего мира, после них осталось блаженному Маркиану много имений, ибо он был у них один, и потому все богатства родителей достались по наследству в руки ему одному. Эти богатства он истратил не на житейские нужды, но посвятил все Богу, благотворя нищим, обновляя ветхие храмы Господни и созидая и украшая новое. Он староудил с большими издержками новую прекрасную церковь во имя святой мученицы Анастасии. Когда же один из его друзей изъявил удивление о такой трате золота на сооружение и украшение этой церкви, святой сказал ему, «Если бы ты имел дочь и захотел бы обручить ее невестой какому-либо знатнейшему человеку, разве ты не истратил бы множество золота, чтобы украсить ее драгоценными нарядами?» «Итак, ныне, разнамерившись устроить церковь прекраснейшей невесте Христовой, которая обручилась краснейшему добротой паче сынов человеческих и пролила за него свою кровь, буду ли я жалеть своего имущества и не тем ли более позабочусь о таком украшении?» Таким щедрым и доброхотным дателем на благолепие святых храмов был блаженный. Для себя же самого он был скуп и немилостив, не только совершенно отвергал украшение одежды, покрывался худым одеянием, но иногда снимал с себя и эту самую худую и необходимую одежду и отдавал ее просящим, как это можно было видеть из следующего. Когда церковь святой Анастасии была выстроена и украшена со свяким благолепием, наступило время освящения ее в самый день памяти сей мученицы, 22 декабря, в который она некогда страдальчески скончалась за Христа. Святейший патриарх Геннадий 458-71 года со всем клиром и царь со всем синклитом и народом совершали торжественное шествие к этой церкви, перенося мощи святой мученицы Анастасии из Малой Ветхой Церкви в Новую Большую, созданную Маркианом. Когда во время этого шествия преподобный Маркиан вместе с прочим пресвитерами шел, одетый в филонь перед колесницей, на которой были мощи святой, какой-то убогий, подойдя, просил у него милостыни. Он же, не имея при себе ничего, кроме одной одежды, никогда в течение своей жизни он не приобретал даже двух перемен одежды и не желая отпустить нищего ни с чем, незаметно отделился от всех и пошел в укромное место, снял с себя одежду. Он отдал ее нищим и остался одетым по ногому телу в филонь, совершив дело по слову Господню, просящему тебя дай. По возвращении в свой ряд он, как и прежде, шел между пресвитерами, между тем, как никто не знал о сделанном им. Когда все вошли в церковь, совершили освящение и с честью положили мощи святой мученицы Анастасии, святейший патриарх повелел совершать вместе с ним божественную литургию блаженному Маркиану. При наступлении времени умовения рук Маркиан закрывался в своей филонию, озираясь, чтобы не увидал, кто, что он наг. Бывшие там пресвитеры диаконы, посмотрев на него, увидели под филонией его некоторую дивную одежду, блестящую золотом, подобно царской драгоценной порфире. При этом они удивлялись, другие негодовали, говоря в себе, что не должно пресвитеру ходить и совершать литургию в такой одежде. Особенно же эту чудесную одежду, которую Бог покрывал наготу своего раба, все видели тогда, когда он приступил причащать причистых и животворящих таинств. Некоторые из пресвитеров сказали об этом святейшему патриарху Геннадию. Патриарх сказал, и я видел то, что вы говорите. По окончании службы он призвал преподобного Маркиана в сосудах хранилища и начал укорять его, говоря, «Что это ты делаешь, брат, украшаешься одеждами сверхобычия? Хорошо ли тебе служить литургией в такой одежде, которая более прилична царю, чем пресвитеру?» Преподобный припал со смирением к его ногам, говоря, «Прости меня, владыка, я не делал того, что вы говорите. Я с юности не привык носить красивых и драгоценных одежд. Стал ли бы теперь одеваться в них?» «Мы все видели тебя в царской одежде. Зачем ты запираешься?» Сказал ему патриарх и повелел поднять его на ноги. Открыв филонию, видели его ногой и тело и удивились. На вопрос у патриарха блаженный должен был против своего желания откровенно рассказать все, что было, как он отдал нищему ради Христа последнюю одежду. Все, слышавшие это и видевшие у него под филонию царскую одежду, прославили Бога, подающего такую тайную благодать любящим его. С того времени многим стало известно его исполненной милосердия и жизнь. Преподобный до такой степени претерпевал добровольную нищету и пренебрегал имуществом, что однажды, когда походил где-то под дождем, промочил свою одежду, то, возвратясь в свою комнату и заперев за собой дверь, разжег угли и начал сушить эту мокрую одежду, ибо не имел для обычного потребления другой. В это время патриарху случилось потребовать к себе эконома для некоторого дела. Когда постные пошли звать Маркиана, то нашли комнату его запертую и, стоя снаружи, звали, чтобы он скорее шел к патриарху. Он обещался прийти и не приходил, потому что еще не высохла одежда его. Один из них, посмотрев скважину, увидел, что он сушит над углями свою одежду и сказал бывшим с ним. Возвратившись, они сообщили это патриарху. «Не удивляйтесь этому», — сказал патриарх. Маркиан с юности научился добровольной нищете и смирению, всецело посвятив себя единому Богу. Он на деле исполняет апостольское слово «Имей пищу и одежду и довольствуйся этим». Слышавшие этого, схвалили Бога, у Которого есть таковые служители Его. За такую добродетельную жизнь Бог дал ему дар чудотворений — изгонять бесов и исцелять больных. Однажды, когда совершался праздник в церкви святой Анастасии, и собралось множество народа, некоторая женщина, будучи беременна, поднялась по причине тесноты внутри церкви, на церковную кровлю, но случайно упала оттуда на землю и умерла. Святой Маркиан, будучи не в силах видеть, что праздник омрачается рыданиями, поднял вверх свои руки и усердно помолился Богу. И женщина эта внезапно ожила и встала на ноги свои здоровую, а живо казался и носимый ей в очереве плод. Народ же удивился этому преславному чуду. Однажды в Константинополе случился великий пожар, и когда огонь уже окружил церковь святой Анастасии преподобной, святой Анастасии, преподобный Маркиан взошел на кровлю храма и, подняв руки к небу, молился. И тотчас огонь обратился назад и удержал в своей неукротимой пламени молитвами святого, как великими водами, он был совершенно погашен, нисколько не повредив церковного здания. Преподобный Маркиан создал церковь и другой мученицы, святой Ирини, на том месте при море, где был ветхий и уже разрушавшийся храм в честь ее, и обновил другие бывшие там же поблизости храмы святого Феодора и святого Исидора, снабдив их всем потребным. Достигнув глубокой старости перед своей блаженной кончиной, он ходил ночью по улицам и геноходил лежащего мертвым, омывал его и одевал. При этом он говорил мертвецу, встань, брат, поцелуемся. Мертвец, встав по слову святого, целовал его в уста и снова опочивал. Святой спас много блудниц, то увещаниями, то с щедрой помощью, склоняя их избрать себе мужа и жить по закону. Тех же, которые предавались такому образу жизни под влиянием нищеты, он обращал к целомудренной жизни, тайно наделиво обеспечив их из вышеупомянутых родительских имений. Этого блаженного мужа приобрел себе Бог, восхваляли ангелы, почтили святители, благоговели перед ним цари, народы дивились ему и прославляли за него Бога. Беса же боялись его и избегали. Святой Маркиан представился ранее окончании и освящения церкви в честь святой Ирины. При кончине он говорил, «Господи, в руки Твои предаю обеих сих, душу, которую Ты сам создал, и церковь, которую я создал по воле Твоей». Тело святого Маркиана со славой было погребено в монастыре святого Иоанна Предтечи, которое называется еще и Данииловым монастырем, близ церкви святого мученика Мокия. А об окончании сооружения церкви святой Ирины позаботились по смерти преподобного благочестивой царица Верина, супруга царя Льва Великого, который воцарился после Маркиана и Пульхерии. Она окончила ее, украсила крышу золотом и внутри отделала церковь со всевозможным великолепием в память преподобного Маркиана и в честь самого Христа Бога, которому слава с Отцом и Святым Духом во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова